Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как правильно рендерить видео с картинкой. Тут, как вы видите, у нас есть звук и есть картинка. На протяжении всего видео одна и та же картинка, то есть к звуку просто добавлена картинка. Как правильно это рендерить? Мы нажимаем рендеринг, выбираем какой-то формат, который нас устраивает. Дальше, ну, со звуком все понятно, все настраиваем так же, как у нас в оригинале звука, то есть 48 килогерц и 320 килобайт в секунду. Здесь выставляем то же самое 48, 320, а вот видео, это у нас идет картинка. Вот она картинка 700 килобайт. И мы убираем галочки настраивать разрешение по исходнику и настраивать fps по исходнику. И делаем fps всего лишь один, один в секунду fps. Потому что дело в том, что сколько вы поставите сюда, какое число вы поставите, такое будет количество кадров в секунду. То есть другими словами, будет в секунде, если будет стоять у вас 30 fps, у вас будет 30 картинок в секунду. А зачем вам 30 картинок в секунду, если у вас картинка не меняется? Вы просто ставите, каждая секунда одна и та же картинка. Потому что 0, я думаю, не поставишь, потому что ее вообще не покажут. Поэтому в секунду показывает одну картинку. Ну и выставляете размер битрейта. Вот эта картинка весит 700 килобайт. Выставляете чуть побольше, то есть лучше в два раза побольше. Два, четыре. Но я делал еще больше. Я делал 3500. Потому что при рендеринге там качество может ухаживаться. Тем более, что мы поставили fps всего лишь один в секунду. Я делал вот так. 3500. 3500. От 3500 до 4500. Потом нажимаем ОК и рендерим. И оно рендерит очень быстро. То есть, если вот указать, например, ну допустим даже, да, рендер. И в итоге сейчас вот видео занимает 13 минут где-то. И оно рендерится всего лишь за 30 секунд. И это очень быстро. Потому что видите, как кадры быстро летят. Это все из-за того, что всего лишь один кадр в секунду. И оно все эти кадры прям моментально обработает. И вот сейчас за такой небольшой промежуток времени оно обработает видео. То есть, другими словами, все очень быстро происходит. И можно даже отменить. Там не зачем еще раз рендерить. Это я просто вам показываю. И в итоге вот можно сравнить разницу. Вот первый видеоролик, который я делал, не уменьшу fps. И там тоже картинка и звук. И у нас стоит 30 fps и битрейт 7500. Я ставил 6500, 7500. Но для картинки это много. И в итоге весит 700 килобайт, да. 740 килобайт. Ой, мегабайт. А второй видосик я сделал уже, сделал 3500-4500. Но и fps сделал меньше. 2 fps в секунду. Но в итоге оно даже уменьшило. Хоть я ставил 3500 минимально, оно сделал 1700. Поэтому я говорю, что нужно ставить больше. Потому что если мы поставили бы 2000, там было бы может быть каких-нибудь 500 килобайт в секунду. А это было бы хуже, чем оригинальная картинка. И последний ролик, который я сделал, это тоже 3500-4500 и 1 килобайт в секунду. И как видите, оно весит вообще всего лишь 88 мегабайт. И при этом 1 fps и кадры, видите, как изменились. Вернее килобайты. Я ставил 3500-4500. Оно стало 830. То есть fps тоже влияет на битрейт. Хоть ты ставишь минимальное 3500, оно все равно делает меньше 800. А 830 это почти что такое же, как у нас оригинальная картинка. У нас 705, а здесь 830. В то время как, если бы мы поставили бы 705, здесь было бы вообще какие-нибудь, я не знаю, там может быть 200. И это бы ухудшило нашу картинку. Поэтому нужно всегда брать немножко побольше, чтобы значительно побольше, так раза в 3 для картинки. И тогда у вас выйдет примерно то, что надо. Вот оно у меня вышло. В секунду показывается 1 кадр с качеством 830. А звук такой же, как я указал килобиты, килогерцы 48. А битрейт, хоть я ставил 320, но стал даже больше 600, 460 вернее. Вот. Ну и вот и вышло то, что надо. Весит мало и то, что надо и по качеству нормально. Так что, в принципе, в принципе, даже вот можете посмотреть качество. Я сейчас открою вот оригинал. А видео... Вот у нас видео. То же самое. Довольно-таки качественно. Вот. Как-то так. Ну а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok